Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 мая и я сегодня впервые высажу томат в открытый грунт и оставлю их без укрытия. Не далее, как вчера я только что снимала вам видео и говорила, что ночью 7-8 градусов, все у меня еще с укрытиями, но у нас погода непредсказуемая. Сегодня у нас уже 25 градусов, послезавтра будет 27. Но ночные температуры, конечно, остаются еще 8-9-10. И я высаживаю без укрытия только те томаты, которые спокойно переносят похолодание. И продолжительные периоды холодных вот таких ночей. Про них я уже говорила, многие ими заинтересовались. Это вот таймыр, нет, да, вот это таймыр, это метелица, это полюс, там еще Аляска. Но я много сортов называла, сейчас я буду высаживать 4 сорта. И что хочу сказать, вот эти все томаты. Вот Надежда уже сегодня пишет в комментариях к моему видеоролику о метелице, что как у вас все буйно, хорошо растет, пышно. Надя, это не моя заслуга, я сто раз уже говорю, это характеристики сорта. У меня тоже есть рассада, которая не очень буйно растет. Сейчас я вам покажу, вон там в отдалении. Сейчас так, так, так. Тут еще у меня не перекопано. Вон, видите, лоточек стоит с томатами. Тоненькая, жиденькая. Это такой сорт. Тот тонконогий, а эти все толстоногие, я уже объясняла, у них уже заложено сразу, видите, у них какой толстый стебель, ствол, вернее, вот этот вот. Ствол всегда толстый, он никогда не истончается, даже если мало света, даже если холодно, рассада не вытягивается. Именно поэтому я все эти сорта у себя в коллекции собрала, потому что живу в сибирском регионе, погода непредсказуемая. И если вот те неженки не дадут результат по каким-то там причинам, заморозки или холодное, дождливое лето, то вот эти сорта томатов, они обязательно дадут стабильный урожай. Кажется издалека, вот смотрите, что все это одинаковые, одни и те же. Но если мы присмотримся, то по форме листа мы увидим, что томаты совсем разные. Видите, у этого листик более скругленный такой, а у этого более резной, как кленовый. И если дальше пройти, то видно, что... Сейчас, подождите. Что вот эти листья тоже совсем разные. Это вот много-много сортов северной серии, серия северной овощи, или еще там снежинка у них на пачках. К сожалению, в торговле, я уже говорила, продается редко. Но вот сейчас для чего я снимаю? Именно перед посадкой. Все эти сорта можно выращивать загущенно. Им не нужно много места. Я даже отдельно им не выделяю участок. Видите, вот бордюр вдоль теплицы. Маленький-маленький, там 15-20 сантиметров. И на расстоянии... Сейчас подойдем. Подойдем. На расстоянии 20 сантиметров друг от друга я сделала луночки. Луночки сделала уже давно, еще неделю назад. Все туда заправила, как обычно, что весной кладу. И золу, и рыбную муку, и немножко перегноя. Хотела посадить еще неделю назад, но полили сильные дожди. Видите, какой грунт? Грунт был клеклый до сегодняшнего дня. Вот сегодня немного подсох. Мне придется снова прорыхлить и посадить туда вот эти томаты. Вот поэтому я люблю эти томаты, что ими можно засадить. Все уголки огорода вот я высаживаю вот на таких заваленках. Потом везде где-то бывает, что куда полноценную грядку не сделаешь. Вот такие можно... Вот так вот какие-то приступочки у меня все. У меня все заняты вот такими томатами. Идеальный вариант. Рано спеют, не боятся холода. Можно их пораньше высадить, чтобы потом не тратить уже на них свое время. Кто ни разу не выращивал такие томаты, советую завести и высаживать хотя бы по 5-10 кустиков. Это гарантия будет, что вы получите в любую погоду спелые томаты. Все, сейчас я буду высаживать. Я уже сегодня посадила одну грядку, еще перцы посадила. И хочу сказать тем людям, которые постоянно мне пишут, что меня и смотреть сложно, и слушать тяжело. Я вам всем еще раз говорю, я не блогер, я не готов... У меня нет ни видеооператоров, нет никаких редакторов, которые пишут мне текст. Вот так вот, как Чукча. Лесом еду, лес пою. Вот что говорю и прыгаю с места на место иногда, и мысли иногда теряю. Но вы представьте, у меня сейчас 25 градусов. Я отсадила почти целую теплицу этих перцев. Принесла все лотки из дальней теплицы, принесла воды, задобрила удобрениями, удобрила. Полила, посадила еще грядку томатов. Вот сюда притащила эти лотки вообще с другого конца. Сейчас принесла воды, все это закопаю. Какой с меня блогер? Мне уже солнце напекло, естественно. И я говорю-то для чего? Я говорю не для того, чтобы мои там видеоролики были в тренде, или набрать большое количество подписчиков. Я просто хочу поделиться с вами опытом от чистого сердца, от всей души. Ну как получается, так получается. Я всегда говорю, что, наверное, останутся у меня в подписчиках только те, у кого огромная жажда научиться вот огородному делу, всю эту азбуку от Аидая выучить. И у кого терпение и сила воли хватит досматривать мои видеоролики до конца. Да, я знаю, что огрехов много, видеоролики некачественные, но я чистая огородница, я не блогер, и не собираюсь им быть. Я говорю, я не умею ни монтировать пленку, ни накладывать, я даже не могу название своему каналу сделать, потому что не знаю, как прилепить название к каналу, не знаю, как музыку наложить, не знаю, как текст наложить. Я много чего не знаю, но хочу помочь всем, чтобы не как я 20-30 лет ушло на изучение вот этих всех мелочей и всех премудростей. Передавать мне некому, дочек нету, сыновья не хотят копаться, но опыт бесценен, и вы его нигде в книжках столько не найдете, столько советов именно от практика, от практика, которая занимается всю жизнь в огороде. Желаю всем успехов, желаю всем хороших урожаев. Не судите строго, но качества высокого в видеороликов не будет. Мне один пишет, Михаил, когда количество роликов перейдет в качество, увы, наверное, никогда. До свидания, с вами ваша Ольга Чернова, с наилучшими пожеланиями, с плохими корявыми роликами, но от чистого сердца. Все.